Это было прекрасно. Дубль Дмитрия Сасина, суперсейвы Ильи Броновца и игра команды в целом. Конечно, не без шероховатости, но три очка набраны и к сахарному дерби Слуцк готовится на подъеме. В ноябре начали с победы в матче с энергетиком БГУ. Обе команды стремились открыть счет. Была довольно динамичная игра, но с ударами в створ не очень получалось. Защитники Слуцка вовремя нейтрализовывали угрозы у своих ворот, а с завершающим ударом у группы атаки не складывалось. Во втором тайме команды были активнее. Прибавилась работа вратарям. Уже в начале второй половины Слуцк мог повезти. Гафар Серема заработал пенальти. Но Макавчик угадал направление удара Юрия Козлова и парировал. И все-таки последний рубеж студента впал. Егор Семенов начал контратаку, доставил мяч на половину соперника и отдал его Дмитрию Сасину. А тот здорово забил с острого угла в ворота соперника. На 58-й минуте Слуцк повел. А еще через 12-ть снова Дмитрий Сасин с паса Егора Семенова удвоил преимущество своей команды. Артем Сердюк мог увеличить отрыв. Были моменты для взятия ворот и у соперника. Но наш Илья Броновец сражался как лев. И вот, наконец, первый сухой матч команды в чемпионате. Болельщики разделили радость победы с командой. Герой матча Дмитрий Сасин поделился эмоциями. Сейчас главная команда набрала три очка. Очень тяжелая игра на выезде. Сейчас все мысли только об этом, чтобы уехать сюда с положительными результатами. Все сейчас. Сегодня переварим эту игру. Главное, выиграли, еще раз говорю, будем готовиться к городею. Главный тренер Слуцка Александр Бразевич прокомментировал игру. Сложилось неплохо все, честно. Ребята, прежде всего я скажу, что и план на игру удался, и, скажем, где-то, может быть, мячи залетели, когда могли забивать пенальти. А в том, что я не знаю, это верный момент, да, мячи залетели, когда не было возможно попасть. То есть, на профессиональное мастерство и, может, на обезение все-таки. Но это все заслужили, говоря, самоотдачей, ребят. Потому что, ну, откровенно, на жилах было видно, что просто сегодня действительно команда сработала на 100%. А кто-то может быть и выше, да. И в такой ситуации любого соперника нужно выбрать. Это должны, должны, должны это понять, должны это прочувствовать. Это очень важно. Стратегически у нас очки. У нас все очки важны, эти стратегическое плане важны. Задача одна, в том числе и моя. Не останавливаться ни в коем случае. Просто такое первое впечатление, скажем. Еще немножко на эмоциях. Хочется бежать и дальше работать. Конечно, это очень важно. Ну, естественно, эмоции, которые при любом матче добавляют. Добавляют силенок. Очень надеюсь, что мы правильно в эту ситуацию. Я еще раз говорю, что первое мое впечатление – работать. И готовиться точно так же. Потому что это игра, которая, вот, ты стоишь на пробке, получаешь удовлетворение многими эпизодами, многими моментами. И ты горд и счастливый, ребята, за нашу общую работу. Очень интересная концовка чемпионата впереди. В предстоящем 28-м туре сразу три топ-матча. Очная встреча первых двух команд первенства. В Солигорске играют Шахтер и Бате. В Бресте пройдет не менее зрелищная дуэль. Местные динамовцы сыграют с торпедо Юрия Пунтуса. А нас больше интересует подвал турнирной таблицы, где у Городеи и Слуцка по 27 очков. И сахарное дерби 7 ноября во многом решит, кто сыграет стыковые матчи. В 15.00 на городском прозвучит стартовый свисток. Будем сражаться за Слуцкий Слуцк. Разом!